Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в Grid War Western Front на максимальной сложности элитам за союзников. В прошлой серии мы получили от противника удар серьезный, но я почему-то не вижу отворюющейся звезды, потому что перешли в следующий ход и звезда остановилась. Вот почему я не вижу. Поэтому, несмотря на то, что мы удар получили, это не страшно. Но самое главное это то, что мы открыли танки, получили два батальона за исследование и три батальона я еще купил. Так что сейчас у нас есть танки по вот этой линии, тут раз, два, три и вот тут еще раз и два. Сейчас мы перематываем ход вперед, ждем атаку противника вот здесь, а потом пойдем в контратаку своими танками вот здесь. Погнали! Плюс 10 воли нации мы получили, итого у нас 700 против 619, так что нормально. Так, еще события. Еще события. Новое оружие на войне. Ну да, нового оружия на войне. Но опять же, противник-то танки уже давно применяет против нас, так что это новость. Потому что она была быть раньше гораздо. Ладно, погнали. Вот следующий. Перебросил войскам под ретель. И не стал атаковать нас. 12, 11. Прести. Но он не усилил вузья. Тут как было 4, так и осталось. Так что может быть... Да не может быть, а точно. Пойдем сейчас в атаку, да посмотрим, как это выглядит. Наверное, даже... Даже, наверное... Сейчас... 900. Так, танки мы будем покупать вот на этом направлении. А здесь уже второй уровень склада. А здесь тоже второй уровень склада. Ну, тогда здесь тоже купим второй уровень склада, чтобы осадными орудиями накидать. А здесь будем танки закупать. И пойдем посмотрим на 2 очка науки. Я уже даже не знаю, я так долго шел за танками, что, к большому счету... Так, ну, апгрейды танков какие-то. Увеличение снабжения для танковых батальонов на пятерочку. Снижение стоимости замены на 40. Ну, неплохо, кстати. О! Разблокирует британский МК-4 вместо МК-1. И французские легкие танки... Так, заменить старые танки на новые. Вперед, конечно. Конечно, берем замену танков одних на других. Смотрим, что там теперь. Ничего не написано. Я думал, тут тоже будет видно что-нибудь. Там цена может измениться. Нет? Отдали у нас три танка, да? Получается, ну и... Ну и хорош. Комп приезжал там двумя танками. Собственно, давит нас. Так. Удиви-диви-диви-диви. Ну и ведем в атаку тогда. Все, значит, осадочка. Ага, надо вот сначала с этими начать. Туман. Туман. С другой стороны, туман и туман. Почему бы и нет? Идем. Правда, расчет там предрекает поражение. Сейчас, пока не танками. Я хотел, на самом деле, просто осадной артиллерии отработать хорошенько. Ну вот, кстати, мне писали в комментарии, что при атаке не надо отстраивать окопы. Потому что все равно в контратаке врага, в принципе, в контратаке врага не будет, если ты захватишь его клетку. А если он тебя будет атаковать в твою клетку, то эти построения тут будут не нужны. Ну сейчас давай проверим эту историю. Вот это все, конечно же, утло я сломаю. Просто на всякий случай, если мне потом, если мне сейчас удастся, ее выбить и потом тут сидеть. А строить я не буду сейчас. Хотя, тоже тут вопрос, мне же надо будет доставать свои войска, чтобы они там собрались 30 рот. Им где-то нужно будет сидеть, для того, чтобы их не задубасили враги артиллерии своей. Поэтому уж прям, может и не стоит совсем ничего не строить. Но я хочу в этой серии все-таки показать танки. Да и сам хочу посмотреть танки. Поэтому сейчас... Быстренько, быстренько. Так, точка Y, точка X. Ну давай, рядом с точкой B сделаем... А, у точки A высадка поближе. Давай у точки A тогда сделаем. Хотя... Мне кажется, то же самое, что так, что так. Здесь хотя бы в окку будет. Ладно, давай сделаем у точки B. Так, вот так я сделаю. 2, 4, 6, 8, 10, 9, 14, 16 этих мы сможем сюда вынуть. А, ну и третью линию еще сделаю. 18, 20, 22. Ладно, хорош. Все, они просто будут тут собираться, а потом ломиться. Дальше, артиллерия. Так. Пока, больше 2 дней нельзя. Ладно. Артиллерию поставим вот здесь где-нибудь. Хотя нам будут все простреливать. В этой серии мы посмотрим... Блин, легкая не дотягивается. Мы посмотрим на то, какой урон оказывает артиллерия. Никакой на самом деле. Нам все-таки на подавление. Перед Y. Ладно, раз. Три легких сюда воткнем. Будем подавлять Y. Ну и здесь воткнем... Раз. Два. Три. Будем подавлять X. Ну, кстати, больше 6 их нельзя достать. Вопрос, не пойдут ли они сюда, в контратаку. Но в комментариях писали, что нет. Никто не пойдет в контратаку. Поэтому, ладно, поверю. Значит, это и просто подавляем. Осадный накидаем, сколько сможем. И попробуем промчаться просто. Другой вопрос, что на самом деле промчаться там... Может, у нас и не выйдет. Ладно. Не выйдет, может, потому что танков нет. А если у него там есть танки? В общем-то, я хотел просто осадной артой побить все его укрепления. И сейчас я понимаю, что я побью его укрепление только на этом направлении. А там, где поедут у меня танки, там все равно не побью. Поэтому смысла в этом всем немного. Ладно, погнали. Все равно я уже влез в эту битву. Уже деваться не туда. Так. Ну вот, кстати, осадная наша лупит. А, сейчас. Четыре. Пять. Шесть. Один. Два. Три. Все, пушку номера раздал. Есть, поехали. Пам, чали в атаку всей толпой. Так, они разойдутся, не разойдутся. Нет, они не разошлись. Ладно, расходимся. Ушечка номер четыре. Готовься. Противник уже идет в атаку. Это очень плохо. А вы че, они даже наши, даже не останавливаются пострелять по врагу. Есть, мне подозрение, что сейчас кто-то вон там прибежит к нашим пушечкам. Почему не атакуете, да? Что, блин, происходит? Так, вон там пошел огонь. Вот тут пошел огонь. Миномет. Чуть-чуть можно подавить миномет. Есть, запрыгнули. Пятый подавили, а пятый уже не дать я гимикса. Так, подавляй. Так, ты че не заходишь в окоп-то стесняешься? Не надо стесняться, надо сходить в окоп. Есть, немножко захватили. Идем уничтожать пулеметы. Так, здесь не очень захватили. Так, а тут... А тут прошла его разведка и уничтожила три батареи. Это, к слову, про то, что не идет противник. Более того, он вот уже пришел куда. Он уже наш окоп захватывает командный. Потому что он прошел, посмотрел, что никого нет. Потому что ничего не построено. Ну вот... Отличный совет. Ничего не строим, ничего не будет. Будет. Так, мы достаем вторую пачку. Вторую пачку достаем. Так, а эти стоят здесь, потому что они стояли, воевали. Бежим туда. Там, идем по третьей линии сносить пулеметы. Здесь снести. Идем в следующий пулемет сносить. Эти сюда запрыгивают. Эти сюда запрыгивают. Эти сюда запрыгивают. Так, вы запрыгиваете вон туда. Пулеметы уничтожены. Отлично. Продвигаемся. Нарил флан. Так, тут что тут? Наши идут. Бойцы-то. Эпично был провал, когда я построил сплошную линию. В центре, не прикрытую ничем. И противник прошел по ней. А сейчас, мне кажется, даже еще более эпичный был провал. Потому что... Вообще не было никакой обороны. И комп вонаглый прошел и захватил. Так, мы сейчас подкрадываемся к пулеметам. В гараж. Ну, кстати, вон бункеры, которые я не строил. Потому что дорого было. А комп от настроил. Идем вперед. Путочка номер 4. Кто-то может выдавить пулеметик. Между прочим, перебегаем. В окно в следующем. Путочка номер 5. Не знаю, вон по тем окопам лупани. А, вон минометик торчит. Клупани по минометику. Отлично. Продвигаемся вперед. Так, ну че там окоп-то? А вы че, шутите что ли? Они не смогли даже добежать? Вот это провал. Они даже не добежали. Побежали. Хотя, давай не будем так делать. Побежали вот сюда. А вот здесь сейчас будем по траншеям просто идти. Не будем оставляться напрасно. Давим миномет и идем вперед. Давим еще и идем миномет. Вперед парни. Так, эти парни пришли. А мы их делаем в рассыпку. И идем в атаку. Здесь миномет. Подавить миномет. И бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Так, ну что тут? Запрыгиваем. А, он точку А у нас забрал. Понятно. Запрыгиваем. Миномет. Покруг миномета. Либель вперед. В упор уже, я надеюсь, расстреляем. Подавляем. И на нитку подавляем. Уничтожим минометр. Захватим маку. Так, там противник уже. Подбегаем во всю. И идем по ахопам. Так, там миномет еще, да? Но уже не хватает дальности. Вперед, вперед в атаку. Так, пойдем проверим. Тут наши справились. Тут наш справился. Захватывай. Здесь. Мы еще можем вытащить 7. Рот. Давай. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Тристины. Все, побежали дальше. Так, там мы запрыгнули. Вперед на помощь. Здесь проходи глубже. Ты садись сюда. Подавили, раздавили. Переходим. Сдавим. 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 Вперед. Сдавим. Там, запрыгнули. Сейчас я здесь миномет разнесу. Да. Уничтожили миномет. Нет, не уничтожили. А что же уничтожили минометы? Уничтожили минометы. Уничтожили минометы. А что по миномету-то не кидают? Они подавлены. Подавлены. Вперед. Что? Вперед. Я надеюсь, сейчас мы снесем пулемет. И подойдем в артиллерию. Растягачим. так стучим тут нормально 4 роты достаём 4 роты сажаем чувствуете есть нам за 200 артой по сектору шнадцать минут ладно обойдемся мы не будем завести мы давай давай ну вот так еще и все и прячьтесь в окоп ребята ребята прячется в окоп крепление идут сейчас в упор мы будем разбивать этих ах ты зараза глипо уже нельзя подавить ведь мужского давить на помощь тут еще аша переходим в следующий окоп сейчас артиллерию я надеюсь мы сейчас сможем из этого окопа раздубасить но не будешь вам стрелять да пошли гранаты печет сразу как-то подавилась а как так сразу сразу вас и подавилась не знаю что куда-нибудь ладно бежим в атаку туда перебегаем там пошел окопашный бой здесь арту сносит вперед вперед партиллерии там на помощь там на помощь ты куда сразу прям в дальние окопы огонь партиллерии власти в командный окоп так марш атака партиллерии ох да там кто-то сидел неудача ой там тут стреляет еще он из тех окопов понятно так значит идем вперед а ты прячься 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 вот сюда спрятался ждем подкрепления ну нет они кидают у закоп тоже нормально значит пусть сидит два копии таким 14 минут осталось ее мое вот чё там про то что противник не ходит в контратаку а а всего-то надо было построить за стандартное укрепление своей чтобы он не прошел не там не прошел не тут раз два три четыре пять шесть семь рот у врага и на теперь у меня всего две я даже не смогу сейчас достаточно вытащить сюда подкреплений на самом деле все бегут в атаку а я так ну а вкусный свитку сейчас а вкус несет пойдет а дальше не сможет вам сейчас еще подойдут я даже не знаю если мы сейчас захватим его точки а он захватит наши точки будет считаться что мы победить наверное не будет а он кстати еще одна а сейчас мы тоже пошибаем пошли в атаку на командный акул а он как он вот нет есть тарту сносим вперед вперед еще вперед есть команда могут пошел идем за минометами так тут разнесенная хоп двигается до дальше он туда идем сюда здесь видимо тоже кто-то сидит а здесь я зря ушел потому что можно было и пострелять так давай перебросим вот этих куда-то поближе и здесь пытаемся подтянуть еще вот этими попробуем свой командный окоп отбить здесь бежит противник раньше мы им подарим как минимум у его сносим арку сносим окоп захватываем так давайте миномет избегаю уничтож нечего тут сидеть бежит противник так эти боков ушли тут сносим туда сразу на помощь переходим один сюда один сюда пытается он контратаковать отбивать свои позиции подтаскиваем еще войска так ведь их давим давим аман для кого пьяли здесь пошли в атаку попробуем там выбить что-нибудь вперед здесь нашу постреливают вовсю давай давай сюда а ты вот сюда а ты вот сюда так там одного выбили там одного выбили нам надо выбить точку и чтобы у него не было не было у него через точку а вот крепление еще 12 минут у нас 26 рот уже высажена у 4 роты можно подтянуть куда-то но давай по дальнему краю значит тащим и побежали бежали посмотрим что там видно этот край на сушках без артиллерии так ты можешь идти уничтожьте в артиллерии ты можешь занять его позицию так иди тоже посмотреть что видно вот эти люди не нужно давить она уже засыпать гранатами отлично такс там пока непонятно анали а уча ушел сюда отсюда они такие лица как кто-то там уже постреливает и накидывает раз бы конечно наша артиллерия вот этого пригодилась если бы она была защищена в тот момент так миномет окоп 2 понятно идут подкрепления нет здесь тут был пойдем на точку а сходим 1 рот и посмотрим 1 выбили все это разнесли история а теперь давим и бежим вон туда а тут сможем стрелять там сидит кто-то то немножечко тут и пункты да там два сидит там не просто я туда не добивая уже никак а тут еще путили тоже уже туда я не добиваю довольно много еще посидит в этих линиях ладно мы будем ходить сзади этими обороны тут построили кое-как а вот этим просто побежим сейчас по тылам берем их и бежим вон туда в атаку здесь чё здесь победили почти управляем на точку а лишних здесь никого и нет понятно он отвел войска свои здесь держим здесь пошли в атаку здесь захватываем точку 11 с лишним минут здесь посидим если вылезет мы начнем обстрел со всех сторон если не вылезет то и ладно так вот кстати все на окопы на окопы ребята накидываешься а вот эти чувства не стреляют они подавленными наметами все я понял за тем более на окопы все движение на окопы дальние стреляют по этим хорошо выкасит сейчас а эти должны добежать до окопа уничтожить миномет уничтожить миномет все на минометы есть есть в окоп зашли еще заходите миномет уничтожен так там еще один миномет ладно нам один окоп надо взять хотя бы сюда 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 запрыгивать еще не могут да запрыгнуть маловато будет маловато так ладно тащим отсюда у всех вытащили сейчас ломанемся так ты чё тут стал столпились зайдите прячьтесь спешим туда с вот этой волной пойдем все все вышли все вышли рассредоточиться пирож на б и к сожалению помучаем с артиллерии не смогу у нас еще осталось 22 роты в принципе на две волны осталось сил на две волны у нас 10 минут если мы сейчас сможем пробежать то поглядишь получится еще повезло что не было танков тут у противника потому что когда я таково в прошлый раз у него были танки то конечно шансы было никаких хотя несколько точек я взял а потом приехали танки и все отбили нас так миномет где-то вон там миномет локоп вперед-вперед-вперед запрыгивайте там и пулемет еще боюсь с этой стороны мы не прорезем просто потому что нечем подавлять давай давай тюремет сносить гранатами уничтожить 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 отлично помогай 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 проходите проходите не толпитесь тут уничтожить 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 помогай как-то захлебнулась хотя конечно пулеметы мы снесли и миномет мы снесли но в целом атака не очень текс тащим еще будут по краю может протиснуться да и обойти их минометы пулеметы снесли пойдем отсюда зайдем еще это уничтожили точечка беленькая у него наверное сейчас не будет подкреплений судя по беленькой точечки а если он сейчас не будет подкрепление то сейчас мы его зажмем вот этой толпой давай кто-то он вылез уже ты вон тебя ты вот сюда тебя конечно гасят слишком близко пошел ты не сходите запрыгнили прижай шагов ты тоже двигай дальше вперед вперед так вот этих расстреливаем ты вам что не расстреляешь что на чудо запрыгивать запрыгивай двигай движки позицию оттуда не пойму почему они не стреляют по вот этому челу иди запрыгну 2 кубки не стоит хоть стесняетесь то так ну вот какая стрельба началась наконец-то последние силы три роты осталось его ничего помогай вперед вперед и че вернулся то я смогу помогать так этих расстреляли расстреляли запрыгиваем в эти окопы тогда я так думаю вот этих надо выбить и вот этих и пойдет захват точки уже все со всех сторон из накидываемся и сюда и сюда и туда да сом и сом и и и и че там 4 минуты этих выбили идет то так вот все пошел захват и Вот в этот опыт тоже перескакиваем. Сейчас будем просто их гасить. Тут, кстати, тоже отбились. Ну и все, последняя точка. На самом деле даже без танков удалось проломиться. Смешно, конечно, как противник прошел в контратаку, захватил нашу команду. С другой стороны, может, не так уж и плохо этот совет, что не надо ничего строить, потому что все равно мы все отбились захватили, а так бы потратили ресурсы, если настройка, может, и не вышла бы. Единственное, я не успел посмотреть сейчас, сколько осталось снабжения, потому что не исключено, что если бы мы это снабжение потратили, и нам бы не хватило, то можно было бы и проиграть. Но в целом как-то так. Топ по потерям. Двадцать тысяч и пятнадцать арты. Ну, пятнадцать арты, это да. Это, конечно, невозможно. А врага? Восемь тысяч. Ну, понятно. Мы в атаке были. У нас еще есть две готовых армии на этом направлении. Поэтому в целом плюс один всего. Минус две тысячи золота. Двадцать тысячи, минус две тысячи. Ну, еще две таких атаки. У нас останется трешка золота. По сотке суп лает, ладно. А золото останется три тысячи. Потом надо будет снова сидеть в обороне. Одну звезду мы уже сбили. Сколько у нас было? Шесть корпусов, да? Здесь у нас... Ну, у нас здесь пять корпусов-то на самом деле. А танков у него там нет. И здесь пять корпусов и танков. Ну, я думаю, что нам хватит даже. Хотя мы высадили всех. И последние как раз двадцать рот и заканчивали атаку нашу. То есть минус корпуса нам бы не хватило. Но здесь будут танки. Потому что я думаю, что танки нам... Так, бунт вред или? Ладно, ничего страшного. А бунт это у него? А, бунт у него. А, хотя он может обороняться, но не сможет атаковать. Ладно. То, что он не сможет атаковать отсюда, это хорошо. А у нас в следующей серии будет вот сюда атака, либо вот сюда. Ну, они одинаковые армии-то. Пять самолетов и танки. Пять самолетов и танки. Ну, неважно. Отсюда, может быть. Пойдем в следующей серии. Увидим уже, наконец-то, танки в деле. И, может быть, наконец-то, с объемом вторую звезду с региона. Увидим захват региона. Потому что ни в первый раз, когда я играл, ни в этот раз еще никто, никакой регион не захватил. Ни противник у нас, ни моего противника. Так что подписывайся на канал. Нажимай колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Пиши комментарии. Ставь лайки. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok